Валерий Коробков около 30 лет проживает в доме номер 8 на улице Советской в поселке Ворские. Квартира мужчины находится на последнем пятом этаже. По словам Валерия, уже почти 15 лет именно в его квартире протекает потолок и проведенный в 2011 году капитальный ремонт кровли не дал результатов. После каждого дождя тряпки приходится выжимать в рядом стоящее ведро. По словам Валерия, он неоднократно обращался в организацию, обслуживающую его дом, а также в местную администрацию. В то же время глава сельского поселения говорит о том, что Валерий годами молчал, не озвучивая проблему. В свою очередь Валерий говорит о том, что глава сельского поселения годами дает одинаковые ответы на его вопросы, касающиеся кровли. И вот он все обещает мне, то весной потекретил, летом сделаю, летом потекретил, потом, потом все. Раз, что залезли, что-то там полепили, полепили и опять как текла, так и текает. По словам представителей обслуживающей дом организации, некоторые работы по ремонту кровли ими действительно проводились. При этом покрытие вскрывалось. Мы в одном месте там пытались, вскрывали, смотрели вздутые, под ним была вода. Мы ее удалили, заклеили по новой, но течь все продолжалась. В данный момент и представители обслуживающей организации, и глава сельского поселения говорят о том, что будут пробовать решить проблему протечки крыши. Дождей долго не было. Хотели посмотреть сейчас, вот после дождя, куда, что затекает на месте. Вот собрались сейчас туда с обеда лезть, чтобы следы были, куда, где затекает. Кроме того, на данный момент есть предположение, откуда может течь вода. Она может попадать в квартиру через вентиляционные шахты дома. Будем увеличивать козырек, там рядом вытяжка. Может быть, получится это. Вытяжку накрыть, вытяжку накрыть, и может быть, у него перестанет течь. Все ответственные лица заверили нас, что будут пытаться решить проблему этой квартиры. Если им это удастся, Валерий, наконец, сможет сделать в этой комнате ремонт и рационально использовать всю территорию квартиры. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова